Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Дженсен! Рад тебя видеть! Здорово, что ты вернулся! Как ты? Справляюсь Жаль, что с Мэгган так вышло. Я понимаю, тебе нелегко. Мы сначала подумали, что и тебе крышка. Кругом беда, на штаб вот нападение. А потом этот кошмар с фабрикой. Да, нелегкие времена. Ты-то как, Карелла? Я не знаю. Я... Я тут облажался. Капитально. Что случилось? Пару месяцев назад мы с Тинделлом, знаешь, один из техников Причарда, начали понемногу таскать нейропозин из лаборатории. Боже, Тим. Тебя же уволить могут. Сам-то понимаешь. Даже арестовать, если компания решит дать делу ход. О чем вы только думали? Я знаю. Тут... Все непросто. Я сначала был против, но потом нашлись веские причины. В общем, сейчас я хочу с этим завязать, но у Тинделла есть запись с видеокамеры, где я краду это барахло. Говорит, что настучит на меня, если я перестану ему помогать. Адам, мои дела плохи. Нужно получить эту запись. Знаю, у тебя дел до чертиков, но мне одному никак не справиться. Смелый шаг. Край запатентованное средство из охраняемой лаборатории. Как-то вы ухитрились. Мы с Тинделлом работали в ночную смену раз в две недели. Я набивал сумку нейропозином, а он редактировал данные с камеры. Похоже, он оставил себе часть записей. Нейропозин? А зачем вам средства против отторжения имплантов? Продать хотели? Или конкурировать? Почему ты сразу считаешь, что я пытался на этом заработать? А что насчет Тинделла? С ним можно договориться? Можно попробовать, но он упертый парень. Действительно, просто скала. Чтобы его уговорить, нужен Касси, не меньше. Касси? Социальная модификация. Имплант, который помогает разбираться в поведении людей. Кажется, продвинутая модель позволяет напрямую влиять на людей при помощи феромонов или чего-то такого. Что конкретно ты от меня хочешь? Нужно вернуть записи системы безопасности, которыми Тинделл меня шантажирует. Они должны быть где-то в его квартире. Может, в компьютере? И дальше что? Мне его в телефонной книге поискать? У него квартира на Бруклин-Корт. Забраться туда будет непросто. Там здоровые охраняемые ворота перед домом. О, замечательно. Ворота, конечно, можно взломать, но это потребует неслабых навыков. Поищи лучше какой-нибудь другой путь. Пожарную лестницу, например. А меня это каким местом касается? Адам, черт! Ты вот так будешь меня трясти? Какой цинизм? Я же в беде! Может, мне удастся добыть для тебя модификацию к оружию? Черт! Вот уж не думал, что придется покупать твою помощь. Ладно. Рассказывай. Серьезно? Ого! Спасибо, Адам! Я думал, мне конец. Запись, скорее всего, хранится на компьютере у него дома. Как найдешь ее, встретимся перед входом на парковку у подземки. Дальше сам разберусь. Дальше сам разберусь. Дальше сам разберусь. Дальше сам разберемся. Дальше сам разберусь. Дальше сам emb tenure. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ничего, неважно Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, сэр Это просто ужасно Мы знаем, что сейчас страна разделена надвое Гражданская война разрушала семьи Как и война в Ираке, как и отделение Техаса В конце концов, надо делать то, что считаешь правильным Уходи, Дженсен Я очень занят Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok В разделе «Задач» описываются ваши текущие задания и цели Здесь можно найти дополнительную информацию, которая поможет вам понять, что нужно делать дальше Задания можно активировать или деактивировать, в зависимости от того, нужны они вам на радаре или нет Неактивные задания все еще можно выполнить Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Я понимаю, о чем бы Для меня тут тоже все изменилось Думаю, это и не должно быть просто Нет правильного пути для того, чтобы пройти через такое Я даже не представляю, каково сейчас тебе после всего этого Да, много что поменялось за полгода Не могу поверить, насколько они тебя изменили Сначала я даже не думала, что ты выживешь Как ты с этим справляешься? Они сделали все, что могли, чтобы спасти меня Теперь я в определенном смысле могу больше, чем когда-либо Рады видеть, что ты хорошо воспринял это все Многим из нас пришлось бы нелегко Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да, да, конечно, прости Я здесь из-за Меган Из-за того, что с ней случилось Вернее, из-за расследования случившегося А в чем дело? Если совсем просто Мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно Считай это материнской интуицией Но в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий А потом я встретила детектива по имени Чейз Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом Хотя доказательств у него не было И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется адом Она больше не позвонит Не спросит, как у меня дела И я не спрошу ее, как прошел ее день Ее у меня украли Возможно, все это не очень правильно Но я все равно хочу узнать, почему это случилось Я понимаю, почему она тебя любила Все эти механические модификации не смогли изменить то, что она в тебе видела Прошу Помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось Я сам еще не занимался тем нападением Попробую разобраться Спасибо Адам, для меня нет ничего важней Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом Отлично Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий Подробностей не знаю Может, он сам тебе все расскажет Я займусь этим Продолжение следует... Продолжение следует... Я поймусь этим детективом Субтитры создавал DimaTorzok Дженсен, да? Мне про вас рассказывали. Да, почти все говорят, что вы были отличным копом. Хорошо, что вы ушли отсюда. Представляешь вообще, мы уже все там оцепили и тут приказ не соваться. С каких-то пор Дэвид Шариф нами командует. Ну, может у них там какие-нибудь опасные вещества были? Да, скорее они там какие-нибудь грязные делишки проворачивали и хотели, чтобы их наемный коп с этим разобрался. Не надо было этого парня пускать. Барь, полностью поддержим. У нас только жертв среднегражданские подошли, что я не представляю, что может быть у них. Субтитры создавал DimaTorzok Дэвид Шариф Дэвид Шариф Девушки отдыхают Моисей идет спасать нас от злого фараона по имени Шариф Ну да, будем надеяться, что чума падет на все дома фронта человечества Думаю, тебе никогда не приходится толкаться в автобусе, верно? Девушки отдыхают 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 Будет у меня в боях участвовать. Собакофикация? Точняк. Надо это, как оно? Запатентовать. Да, точно, запатентовать. Запатентуем эту хрень. Этот город огромная сточная канава. И так будет всегда. Думаешь, это плохо? Погоди его, то он протащит этот свой закон. Тогда весь Детройт выстроится в очередь за пособием по безработице. Я об этом и говорю. Дэвид Шариф не спас этот город. Он разделил его на богатых и нищих. Черт. Верно. Я 10 лет хромаю. Разве у меня нет права на усиление? Нет. Даже если бы я это сделал, откуда мне взять деньги на эту наркоту? Нейропапазин. Нейропазин. Мне наплевать. Он же стоит, как самолет. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну да, потому-то вы и понадобились. Есть пару зацепок, с которыми я так и не разобрался. Начал было копать, но от этих правительственных агентов мне как-то не по себе. Я испугался. За несколько месяцев до увольнения мне не хотелось облажаться. Но вы... У вас наверняка есть возможность докопаться до истины. Давай, выкладывай. Во-первых, говорят, что приказ прекратить расследование был спущен с самой верхушки. Может, даже не из местного ведомства. Подобные вещи должны происходить через капитана Пэна. И какие-то следы могли остаться у него в компьютере. Похоже, придется заглянуть в участок. Да, да. Так, что еще? К этому делу был приставлен офицер Чед Вагнер. Он у нас, знаете, на мальчиках ариста не тянет. Так что, когда дело отдали ему, я сразу заподозрил неладное. Кто-то его привел и с уликами быстренько разобрались по-свойски. Советую поговорить с ним. Узнать, что ему известно. Отлично. Схожу поболтать с офицером Вагнером. Скорее всего, вы найдете его в приемной. Его понизили в звании за нарушение дисциплины. И сейчас он снимает показания. Его не просто расшевелить, но этого парня всегда ей за что цеплять. Его кабинет на третьем этаже. Там наверняка найдется что-нибудь, чтобы развязать ему язык. Что-нибудь еще ценное? Да. Когда поступил приказ закрыть дело, все, что мы накопали, ушло в хранилище. Возможно, там вы найдете что-нибудь интересное. В переулке сразу за участком. Код 40... 4891. Но доступ туда есть не только у нас. Так что смотрите, осторожнее. Спасибо за помощь. Да, не за что. И еще. Когда будут новости, не стоит приходить с ними ко мне. Вы поймите меня правильно, я всегда рад помочь, но меньше знаешь, крепче спишь. Ты сказал, что еще у кого-то есть доступ к хранилищу? Это как? Ну, я видел... То есть, я слышал, что агенты правительства могли припрятать и более важные улики в сейфе, который стоит в хранилище. Да ладно тебе, Чейз. Ты что-то не договариваешь. Зараза. Ладно, слушайте. Я уже совался в хранилище и нашел код от сейфа. Но меня застукал один из местных парней. Он знает, что я знаю, Дженсен. Если я дам вам код, они поймут, что я проболтался. Считайте меня пессимистом, но меня такой расклад не радует. Зачем тебе было уходить из полиции, а потом идти в охранники? Ну, в смысле, мне кажется, что тебе нравится такая работа. Мне нравилась идея быть копом. С самого детства я мечтал служить в полиции. Но с меня хватит. Я совсем не так это представлял. Это работа. Кто-то работает хорошо, а остальным наплевать. Оно и видно. Это дело, дело шарифа, оно стало для меня последней каплей. А ты-то как в это вляпался? Я не стремился туда, если вы об этом. Честно говоря, я вообще не хотел в этом участвовать. Почему нет? Я был честным копом, Дженсон. Я старался вести себя согласно законам, инструкциям и тому, что казалось мне правильным. Не совсем то, что требовалось для этого дела. Это всё, что мне пока нужно. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok анализов, полученные на прошлой неделе. Мне закатать рукава? Как ни странно, нет. Я не вижу никаких признаков разрастания глиальной ткани. Прошло полгода, док. Разве не надо делать инъекции нейропозина? Простое решение. Но, судя по результатам анализов, нет никаких признаков отторжения имплантов. Связь ткани и электродов, кажется, становится прочнее, и все. Значит, можно идти? Ну, мистер Шариф просил обсудить с вами один вопрос. Вы знаете, что во время первой операции были приняты некоторые меры предосторожности. Не все импланты были включены, точно. Нам пришлось принять во внимание состояние гематомы. Мозгу требовалось время на восстановление, чтобы привыкнуть к механическим нейропроцессорам и со временем самостоятельно включить их. Где, Лудок? Чего хочешь, Шариф? Он считает, что вы готовы к ускорению процесса активации при помощи программного пакета Praxis. То есть мне больше не придется ждать, пока модификации активируются сами? Если хотите, можете подождать. Но мистер Шариф пожертвовал протез крупную сумму от вашего имени. Это гарантия того, что доступ к программам, связанным с вашими нейропротезами, будет у вас и только у вас. Доктор Леблан, вход в синий. Доктор Леблан, вход в синий. Доктор Леблан, вход в синий. Доктор Мategа, вход в синий. Леблан, вход в синий. Искать приснился в синий. Хочу служить! Леблан, вход в синий. Я ещё прикák. Я ещё crossing голову дал шопу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...